всем привет друзья добро пожаловать на канал брати по играм сегодня я случайно наткнулся на такую игру фокс холл может не правильно произнес игра находится в альфе даже пред альпа но скажу вам честно скажу вам честно друзья даже многие альфа и бета могут позавидовать тому что показано уже здесь игра достаточно играбельно то есть реально играбельно здесь мы выбираем за какую сторону мы играем принципе особо разница это уже смотрите просто за кого хотите вот выбираете игрока игрока точнее вам дают вы его даже не выбираете карта карта скажу для такой игры просто огромный находимся здесь за значок наш нашей страны здесь показано что идет захват наших баз прошу прощения вот буквально буквально только установил полчаса назад игру и уже зашел 10 минут посмотрел мне понравился я решил сразу же снять видео карта как я сказал уже достаточно большая разработчик рассчитывать что на картах будут проходить бои за сотни будет зашкаливать игроков за сотни игроков будет зашкаливать оружие разнообразное но основное пока пока разработчик представил это по моему из такого пистолет винтовка пулемет граната различные рации бинокль то есть игра позиционируется как шутер а третьего лица ведь сверху стратегия элемент инди естественно присутствует и не присутствует графика такой видите комикс называют это жанр игра онлайн сказал на сотни людей разработчики рассчитывают что будет не играть поэтому достаточно масштабные масштабные сражения много чего можно строить то есть реально можно строить у меня просто нет ничего да кстати интересно вот я сохранил меня убили и точнее вышел вышел снова зашел и у меня весь этот раз остался интересом хотя конечно обновление серверов идет каждые 24 часа по значению дня в этом себе накрафтили наделали к сожалению это пропадет но делать достаточно быстро и сам смысл даже заключается не то чтобы там ресурсов набрать чтобы команда все это было слажено потому что игра рассчитана первую очередь на командную игру опять же разработчик сделал упор на то что одному игроку двум трем без связи между собой тут особо в принципе и выиграть сражение если против вас играет соперник который играет именно команд идет команду командное сражение как бы захватывать или чего я не знаю какая-то наша наверно . какая-то опорная она захватывает судя по всему синий флаг значит наш вот как вы видите по чату присутствует русскоязычные игроки игра буквально вот запущена по моему 4 числа они запустили тестирование частных тестирования материала которые они уже сделали но игра игра я скажу меня впечатлило за эти пару минут по крайней мере пару минут что я не играл и просто возможно я не играл подобное я пробовал запускал игру чем-то отдаленно немного напоминает но она там такая вот аркадочка из аркад здесь же нет я уже говорил упор сделал не просто что пострелять а именно на создание база на создание укрепления также на захват и база опять же база чтобы захватить не так просто все это друзья там достаточно такие серьезные фортификации строятся фортификационные укрепления доты доты укрытия артиллерия минометы пушки то есть достаточно разнообразное если так и пойдет дальше то разработчик достигнет больших больших результатов действительно и я вам скажу я поклонник военной тематики военных игр я не встречал не встречал подобных игр хотелось дал потому что я понимаю что есть интересные игры как на те кто любит хардкор и есть такие игры арма 3 арма 2 достаточно распространенные такие именно именно точнее лидер лидер в данном жанре что тактический симулятор военных действий то такого плана именно пить сверху немного я а вот он враг 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 враги враги а вот он его добил он его добил а нет видите то есть меня никто не поднял сожалению меня убили хотя опять же я если честно я уже не уверен убил я своего ли врага не стрелял родишь ли был другой ну мне можно нет скорее всего были наши мы захватили вот все вот следующего то карте опять наша база давайте посетим посмотрим что вообще на базе на этом месте находится на северо-западе как я уже сказал карта достаточно большая это мой первый выход я уже сказал ранее что буквально полчаса назад я установил и уже хочу поделиться поделиться с вами друзья потому что проект развивается буквально за этих несколько недель которую пальто тестирование уже много людей уже даже пишут на форумы создает формы ребята поклонники данного жанра то есть военных времен тактических стратегий эту игру сети можно отнести также экстратегии потому что здесь кроме тактики существует и общий общий более глобальный по глобальный смысл именно как это все должно развиваться как мощный заслон как оно должно развиваться захватываться не просто хаотично вы побежали и все так вот здесь видите это наша база здесь по идее эти нужно разбираться строится заводы на заводах можно вот видите на заводах есть уже произведено какое-то вооружение пулемет но с пулеметом носиться говоря что очень-очень сложно так ну мы возьмем патроны возьмем я извиняюсь у кого-то там это украл заводе производилась то есть мастерские производится техника броневики это все нужно производить все нужно ресурсы собирать пока я к сожалению еще до конца не разобрался точнее мне что же время не было разбираться уже будем с вами дальше разбираться это такой первый так сказать превьюшечка такая небольшая по скромному сказать на штаб ящики кстати видите в ящиках ребят оставляют оставляют различные вооружения патрон давайте возьмем патронов аптечку возьмем может быть ворова можно брать нельзя ответить сразу провисла то есть боевка очень медленно ходить это тоже означает то что здесь нельзя как рэмбо набрать там куча куча всего и спокойно себе там бегать нет видите это все очень-очень тяжелое поэтому прежде чем что-то взять 10 раз придется подумать насколько вам это вообще нужно я знаю возможно там опять же разработчик говорил что будет учитываться и кроме всего этого будет учитываться ранг то есть по истечении определенного кота времени либо боев вам будет зачисляться ранг и возможно уже когда вы имеете ранг более выше уже будет и силы своего рода и может быть и ловкость то есть я не знаю насколько конечно все реализовано здесь так видим перевалит видите я за стенкой его уже не видел то есть тоже очень интересно такая реализована функция что вы видите то что реально перед игроком у вас происходит а не то что вы видите сверху то есть спрятавшись в укрытие естественно враг вас уже не увидит так ну в принципе мы здесь возле базы сейчас находимся нам стоит наверное посмотреть где находится общий пойду пока боев нет увидите боев пока нету никаких захватов не происходит ну наверное мы смещаемся более севернее потому что судя по всему наверное можно вот как бы бежать при этом выносливость расходуется пойдемте наверно севернее там вроде вражеская база недалеко есть как-то можно здесь общаться и голосом нужно просто просто нужно разбираться вот так написано пишем там а это смена наверно да стоит нажимаем чат пишем давайте напишем на по-русски привет чтобы узнать если кто-то или нет я все-таки хотел бы сейчас записать какое-то сражение небольшой стычку но интересное присутствует бинокль то есть допустим вот так мы в ограниченном виде в ограниченности видим вот то что происходит если взять бинокль то уже видимость будет ваш обзор будет увеличиваться но опять же если сумерки или темно туманность какая-то присутствует туманность войны что все равно любом случае вас бинокли не увидите врага если он спрятался ибо ранее он был не замечен то есть бинокли вы сможете просто увидеть то что находится дальше то есть он сориентировался я лучше спрятаться и подбежать к чему-то разработчики работают я сказал уже это альфа не просто откатывают материал то есть самый самый сырой вообще саму идею обкатывают как она будет все происходить но уже сейчас уже сейчас видно что если конечно и не забросится не знаю как с финансами пока будет обходить нужно будет удачно посмотреть то проект я думаю что завоюет сердца многих игроков действительно действительно подобного жанра и такие машки такие масштабы что рассчитаны будет на сотни игроков такого я не видел не видел тем более еще это в режиме онлайн то есть сетевая игра так ведь мобиль проехал нужно что-то скинуть тяжелым как в общем нужно разбираться нужно разбираться еще потому что много много еще чего не понятно к сожалению пока еще только все на английском языке здесь и люди только самостоятельно начинают все это смотреть что-то изучать вот здесь скорее всего были какие-то бои потому что остались 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 рюкзаки после погибших людей товарищей наших по оружию здесь недавно были бои наличие рюкзаков паляющихся тела залази ой то есть тут тут какой-то ведется ой ой ага враг враг друзья враг в том числе и я его к сожалению ах меня ранее 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 ранили несколько секунд я еще как бы буду активен но если мне кто не поможет то к сожалению к сожалению я опять же погибну вот товарищ бежит бежит о помял понял о двое двое помогают все таки все таки да здесь ребята такие более ответственные ой нет не спасли меня к сожалению не спасли ну так когда скажем так ребята я действительно еще только только начинаю как мы что друзья меня тогда убили немного восстановился и пробую показать вам хочу просто показать бои как проходит бои здесь дело в том что разработчики здесь делали упор не только на сражение и бои но также и постоянно нужно поддерживать ресурсы какие-то дополнительные то есть если у вас закончится ресурсы вы не будете уделять то есть определенная часть команды не будет следить за тем чтобы у вас было достаточное количество ресурсов для того что можно было делать технику боеприпасы то тогда естественно просто на все быстренько проиграете поэтому разработчик уделил большое внимание именно сборы ресурсов созданию техники всему такому останавливаться чтобы поддерживать войну потому что как мы все знаем война это действительно требует просто колоссальные колоссальные какие-то ой ой то есть вот так вот проходят бои примерно но здесь видите я один потому что на самом деле русскоязычный к сожалению здесь игроков не так много поэтому приходится вот именно так и лук услуга здесь их врагов то но это конечно самом деле просто было смешно действительно против такого количества людей как я уже говорил в общем здесь разработчик сделал упор именно на то что не все будут воевать кто-то должен конечно же им кто-то должен же обманывать неудачно спалом делаете реализована какая колючая проволока то есть на очень очень сильно замедляет движение человека попавши туда практически становишься грубо говоря ловушки так значит нас на западе от нас все бои вот поэтому видите то есть как я просто прибежал начал стрелять так не получится здесь нужно организоваться организоваться то есть плюс я так понял что без поддержки какой-то техники или тяжелый че тяжу тяжелого уровня и от пулемета то есть очень очень сложно удержать вам пост в принципе видите мы сейчас находимся нашей какой-то большая база которая находится на рубеже на границе на границе с врагом и вот она сейчас уже находится под под захватом находится под таким массированным ударом то есть так постоянно ведь там прибывает вражеская пехота наша именно эта точка где идутся прикосновения врага наших сил сейчас только вот пистолет который по самом деле очень очень сложность 100 лет убить потому что тут есть также и разброс и убойная сила у него не так не такая высокая конечно ребят который вам понравится это игра придется для начала все таки немного изучить изучить именно техническую части плане того что как здесь создавать какие-то оружие например сам ответить из пою проходит масло как запрятаться так видите присел тут можно сесть присесть прилечь тут реально идет оба на закидывают гранатами друзья на закидывают разброс разброс как я говорил друзья разброс очень сильный разброс выстрелов идет это очень даже интересно потому что не то что просто вы так себе наметились и выстрелили оба ранен я ранен видите я ранен у меня нет ничего не придется материал не поднимет то я умру вот опять же тоже моменты интересно да то есть кровотечения не сразу погибает есть возможность отойти подлечиться попробовать и после этого продолжить игру интересный момент и вот разработчики ввели я уже повторюсь что действительно на самом деле подобных подобные игры я еще не играл поэтому для меня это своего рода первая такая игра и скажу я вам друзья я пока 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 очень даже впечатлен тем что проделали проделали создали естественно подобных наверняка то есть это скорее всего гибрид нескольких игр которые сейчас данные действия уже говорил я не понял то есть название игры по моему rwr сокращенная игра называлась название полную расшифровку аббревиатуру я не помню похожие похожие там тоже отряды и минуту там по моему с компьютерами по сети она поддерживает и поддерживает вот чем-то напоминает она плюс здесь добавили как я уже сказал работу с ресурсами работу с производством идти для того чтобы поддерживать войну в таком состоянии нужно постоянно подтягивать ресурсы бронетехнику из которой не обойтись для того чтобы непосредственно захватить зону и все для того чтобы это все создать нам опять же можно просто материалы валяются освобождение потому что таскать это все в себе интереса боевочки тоже достаточно интереса но опять же я повторюсь интересно играть если вы заходите с компанией какой-то хотя бы русскоязычный потому что для меня несколько сложно сориентироваться можно просто я еще не привык как я уже сказал мой первый сегодняшний заход поэтому я просто хотел сделать такой небольшой небольшой обзорчик на общем в общем на общий общий план этой игры я думаю что если все таки вам нравится подобный жанр и посмотрели вас как то немного заинтересовало я думаю вам понравиться но все таки нужно немного будет посидеть и разобраться разобраться в некоторых моментах потому что игра действительно интересная интересная игра очень даже интересно мне нравится по крайней мере пока нравится буду пробовать дальше конечно играть посмотрим вместе интересна была какую-то технику То есть, может быть, какую-то технику, пока делал на паузу видео, и возьму какую-то технику и покажу, как на технике бьется война. Продолжение следует...